Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Крем Азазелла существовал только в романе. В реальной жизни, чтобы быть красивой, приходится прикладывать серьезные усилия. Обращаться к косметологам, визажистам, стилистам и многим другим феям красоты. Так сколько же стоит сегодня быть красивой, выясним у наших сегодняшних героев. Итак, прошу любить и жаловать Александра Трушина, косметолог. Антонина Нуржанова, мастер ногтевого сервиса и Нурсулу Тасмагамбетова, стилист Павла Сам. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас приветствовать. Как настроение? Отлично, очень приятно знакомству. Друзья, как вы пришли в сферу красоты? Это была какая-то детская мечта или так получилось? Ну, я, допустим, с детства хотела быть врачом, но так как у нас нет института, уехать я никуда не смогла, поэтому стала косметологом с медицинским образованием. Здорово. Тоня? У меня не было детства такой мечты. Она у меня появилась. Даже не мечта. Я как-то посмотрела на ютубе ролик Екатерины Мирошниченко, влюбилась в это и захотела просто тоже так же творить. И уже не останавливаешься? Уже не могу восстановиться. Вообще никак. Какие-то наметки-то были? Может быть, там подружки вас заставляли ногти красить, прически делать? Нет, я с детства животных лечила. Пыталась дома всех вылечить. Экспериментировали, да? С микстурками различными, да, с карбиновой кислотой. Тоня? У меня были, конечно, были. Я сама себе отращивала ногти. Я помню, это был пятый-шестой класс. Год это был двухтысячный лохмат. Я не знаю, какой. Я не помню. Но из того, что было, были просто обычные лаки, которые сохли там по десять часов. Распекались все, да? Распекались. Еще такой ужасный цвет. Я помню, один бутылек мама купит. И пока его не выкрасишь, другого не будет. И я этим лаком удралась даже себе френч-кресла. Ничего себе. А в школе не ругали за длинные ногти? Ругали, ругали. Очень сильно ругали. Говорили, фу, некрасиво, убери. Нет, меня это не останавливало. Все равно такие лопаты, такие квадраты длинные делала себе. Но как-то зарождалась, наверное, любовь к ногтям. Ну и сама я очень любила ходить на ногти. Сначала просто на маникюр бегала, потом на наращивание бегала. То есть мне нравилось это. Здорово. Нарсулу, на ком экспериментировали? Животные, дети, взрослые? Нет, скорее всего, наверное, все девочки экспериментируют на куклах. В первую очередь. Все-таки девочки все близки, я думаю, к этому. Косички пытаемся учиться плести, да, с детства. Но, да, и у меня еще родственники мои, родные, близкие. Мама, конечно же, в первую очередь. Они не успевали спрятаться на балконе, да, поэтому... Я любила ей расчесывать волосы, перед сном особенно. Как-то, видимо, какая-то тяга все-таки была уже с детства. А на сегодняшний день вы не оставляете же учебу, насколько я понимаю? Всегда приходится совершенствоваться? Нет, никогда. То есть различные повышения квалификации постоянно. То есть еще вот коронавирус, ну, то есть карантин. Только открыли какие-то возможности, какие-то конгрессы, конференции. Прям и коллеги мои все просто не нарадуются встреч и чему-то новому. Потому что за это время люди немало потеряли, то есть за два года. И сейчас нужно это как наверстать, упущенное. Поэтому с удовольствием все... Ну, то есть никто не останавливается на достигнутом. Постоянно какие-то новшества, то есть новые какие-то техники, новые препараты. Ну, поэтому медицина не стоит на одном месте. Да, то есть и тем более все, что связано с ковидом, да, то есть нужно сейчас поднимать иммунитет, восстанавливать там, ну, органы там свои внутренние поврежденные. Поэтому все с удовольствием, все всегда куда-то выезжают. Если есть какая-то возможность. Каково это быть вечным студентом, когда уже есть какой-то опыт, знания? Это классно. Я считаю, что когда ты учишься, и учишься постоянно, то есть ты молодой. Когда ты получаешь вот эти знания, сейчас это онлайн, то есть там какие-то коронавирусы, да, еще что-то, декрет, то есть я даже онлайн обучалась, покупала. Потому что я немного, я считаю, что если нет обучения, то есть как-то идет деградация. Тем более бьюти, индустрия, она вообще не стоит на месте. Встроенные или с небольшим животиком, высокие или миниатюрные, с пышными формами, или такие худые, что ребра видно. Понятие о женской красоте, конечно, относительно. И в разное время был, соответственно, разный спрос на женский идеал. То в красавице записывали дам с необъятными формами, то эталоном женской красоты считались девушки, которых ветром могло унести. В эпоху Возрождения самой красивой считалась женщина плюс сейс. На картинках, сохранившихся с тех времен, изображены дамы с широкими плечами, животиком и большими бедрами, а из-за целлюлита тогда вовсе не переживали. Те девушки, которым не хватало габаритных форм, надевали на себя несколько слоев одежды и пышные юбки. В викторианскую эпоху в моду вошла осиная талия, и девушки затягивали корсет. Но мода на большую грудь и широкие бедра остается. Дамы отпускали длинные волосы, которые можно было уложить в многоэтажные прически. А еще они использовали белило, чтобы сделать кожу лица бледной. В 20 веке все очень ускоряется. Мода уже меняется не эпохами, а десятилетиями. В 20-е годы, после Первой мировой войны, девушки сняли свои утягивающие корсеты и обрезали длинные локоны. Теперь в моде худоба и короткая стрижка. Об узкой талии дамы тоже позабыли. В моде ровный силуэт от плеч до бедер. Даже платья носили ровного покроя, чтобы, не дай бог, не показать свою талию. Дамы стали скорее похожи на молодых мальчиков. В моде маленькая грудь. Женщины начинают курить. Считалось, что это придавало им изящество. Что оставалось неизменным, так это бледность кожи. Девушки запудривали себя так, что были похожи на мертвецов. Мода? Что ж поделаешь. В 30-е годы брюнетки резко начинают перекрашиваться в блондинок. И снова отпускать волосы, завивать локоны и выщипывать брови тоненькими ниточками. Ничего не напоминает? Кажется, в 2000-х были аналогичные взгляды на красоту. Незадолго до начала Второй мировой войны в Голливуде наступил Золотой век. Девушки носили яркие наряды, шубы и натуральные меха. В моде ухоженность. С началом войны женщинам уже не до красоты. Яркие наряды сняты, дамы перестали краситься и думать о фигуре. Они помогают мужчинам на фронте в качестве медсестер, например. После войны в 50-х появляются новые эталоны красоты. В моде женственность и все, что с ней связано. Девушки завивали кудри и ярко красили губы и глаза. Дамы больше не худеют. В моде округлые формы, большая грудь, пышная попа. Тогда же взошла звезда Мэрилин Монро, которая до сих пор считается эталоном красоты. В 60-е годы в моде снова худоба. Однако девушки не стригут коротко волосы и не наряжаются в платье. Женская мода обрела поистине протестное движение. Приходит мода на унисекс. Женщина признавалась красивой, если она худая и высокая, и у нее длинные ноги. Параллельно с этим течением появляется мода на натуральность и раскрепощенность, а также дерзость. В 70-х в ходу спорт и загар. Каждая девушка стремится обрести подтянутое тело. В моде натуральность, здоровая чистая кожа и белые зубы. В 80-е годы мода на спорт не уходит, а слегка преображается. Популярной становится аэробика. Красивая девушка – это пропорциональное тело, отсутствие лишнего веса. Примерно в те же годы впервые заговорили о бизнес-леде. Важной становится не только красота, но и ум. Теперь мужчин не покорить только подтянутым телом или белоснежной улыбкой. Важно уметь поддержать разговор, поговорить о карьере, политике, спорте. В 90-х происходит бум на модели с подиумов. Красотки диктовали новые параметры – 90, 60, 90. Худые, с милыми личиками и обворожительной улыбкой они покоряли сердца мужчин. И каждая девочка стремилась заполучить себе тело, соответствующее мировым стандартам красоты. Как видим, мода циклична. И то, что сегодня кажется идеалом красоты, когда-то считалось дурным вкусом, а еще раньше, в другую эпоху, уже было главным стандартом для женщин. Кто знает, быть может скоро, с глянцевых журналов на нас снова будут смотреть пышные, кругленькие, симпатяшки времен эпохи Возрождения. Только когда ты останавливаешься, получается, ты уже и теряешь, да? Уже не хочется даже творить, вот не хочется. Нет, просто люди, допустим, они нестандартные что-то, что-то охотановенькое. То есть даже тот же французский маникюр, да, то есть ты не можешь постоянно же ходить с одним френчем. Как ходили в нулевые сейчас. Да, да, соответственно, ну, то есть что-то новое, там, наоборот, либо, наоборот, уйти туда, ну, в минимал, либо что-то кто-то хочет на такое экстравагантное, что-то такое, не знаю, сверх стразы, бусы. Да, даже тот же френч, даже он может быть совсем сейчас другой. Да, люди разные же бывают, поэтому и взгляды разные тоже, и на жизнь, и на ситуацию, тем более, на самом деле, сейчас все с каждым разом, все что-то новое, новое, поэтому в любом случае нам нельзя стоять на месте, нужно все время развиваться, развиваться и постоянно развиваться. Помните, как в том статусе, да, что всегда иду за базовой одеждой, а возвращаюсь с концертными костюмами Филиппа Киркорова? Никогда не знаешь, что попросит клиент, да, у вас? Да, да, вот точно. Каждый новый клиент, новый опыт. Что такое профи, там, самое экстремальное, может быть, необычное? Ну, у меня... Лично, я считаю, уже не модно, ну, то есть, я всегда, чтобы у человека была индивидуальность, то есть, вы такие, просто нужно быть ухоженными, симпатичными, не вульгарными, поэтому... Естественными. Естественными, да, то есть, не быть, как на подбор, там, все, одна кукла-бар с завода, то есть, не с такими губами. Так, хорошо, Соня, что просят? Что касаемо ногтей, то есть, я считаю так, что твой маникюр, это твой стиль, это даже мой лозунг. Один человек всегда красит только красненьким и коротенькие ногти. И я даже не буду говорить, ой, это не модно, сейчас вот модно длинные, вот Европа, и все такое. Нет, то есть, это ее стиль, я буду всегда ей красить, и угождать. Кому-то нравится длинный и вау, да, там, экстравагантный, я буду делать, как бы, так. Кому-то нравится тот же Френчик, и она всегда будет ходить с ним. То есть, это все вот, вот, индивидуально, это стиль каждого человека. То есть, я не могу, да, есть сейчас модное направление, сейчас к нам идет Европа, то есть, вот эти вот огромные длинные ногти, как носят в Америке, в клипах, то есть, тех же самых там. То есть, все 10 ногтей разукрашены, на всех 10 дизайн. Вот это сейчас к нам идет. И еще идет, знаешь, мужской маникюр с немильными шагами. Даже элементарно в России это уже есть, даже покрытие мужское. У нас, конечно, мужчины... Цветное? Цветное. Моргенштерн. Ужас какой. Ой, не Дорна, а этот Егор Крит, это вот тот же... Создают тренд, да? То есть, это уже пошло, и причем вот я являюсь как Эмми-мастером и арт-партнером компании Эмми. То есть, тот же Моргенштерн и Крит, они делают Эмми-маникюр, даже с дизайном. Ничего себе. Есть специальные мужские, даже декорации, да. У нас, конечно, мужчины к такому не привыкли, но мужчины ходят, мужчины делают обработку. То есть, это надо. Но самое главное, чтобы человеку было комфортно, да? Потому что, если он хочет короткие красные, а вы сделаете длинные со стразами... Да, я скажу, что это модно. Потом целый месяц как-то будет ему очень дискомфортно. Ну, она даже месяц не отходит. Но придется... Нет, мы по-любому ему всегда придерживаемся мнения потребителя. То есть, то, что человек приходит с потребностей, то ему и делаем. Что просят в прическу? В моем случае, вот сейчас, как вы сказали, да, в моем случае, конечно, есть такие сложности, вот, то, что бывают такие клиенты, когда по структуре волос не подходит такая стрижка, не подходит такая прическа, да, но клиенту надо. То есть, когда приходят с фото, да, хочу, как у Оксаны Самойлова, да? Да, 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 вот хочу вот так. Но они не понимают то, что их структура волос не подходит под эту прическу. Пластилин же не вылепишь. Да, поэтому как-то нужно с этой ситуацией, конечно, выходить. Я объясняюсь, соответственно, клиентам. Ну, такие вот сложности бывают, конечно, в моем случае. Как выбрать своего бьюти-мастера? На что нужно основываться? Как его почувствовать? Ну, лично я бы выбирала даже по внешним данным. Если человек сам выглядит, соответственно, то и предложит мне, соответственно, образ. Говорят, что сапожник без сапог. Часто же бывает, что мастера мне до своей внешности. Вот они могут круто делать другие. Нет, я не соглашусь с этим. То есть, ну, все равно человек, ну, мастер должен, соответственно, выглядеть. То есть, не сидеть на работе в каком-то фартуке с кухни, с ляпаным. Соответственно, тоже прилично выглядеть, аккуратно, соответственно, своему образу. Ну, как можно продавать то, чем ты самим не являешься. Хорошо, такое мнение есть. Все согласны? Да, с этим согласны, конечно. Ну, вот лично у меня такое, что когда я делала опрос у своих клиентов, они говорят, что я, допустим, к тебе хожу не только как к хорошему мастеру, еще как к человеку. Допустим, энергетически мы должны подходить. Как к психологу, да? Да, какие-то общие интересы должны быть. То есть, если девушка, там, ну, культурная, да, там, или веселая, то есть, она будет подбирать мастера такого же. Если, допустим, она такая шибутная, ей надо быстро, как-то все такое, а мастер будет такая сипелистая, размеренная, да. То есть, она не придет к ней. Ну, если придет один раз, то есть, все равно я считаю, что нужно искать, да. По энергетике должны совпадать эти люди. Ну, мне кажется, да, еще вот это вот. Да, в этом случае психологами немножко должны быть мастера, то есть, подходы должны уметь каждому клиенту. Естественно, мы делаем все возможное для того, чтобы клиент остался у нас. То есть, мы подстраиваемся все-таки под клиента. Скорее всего, наверное, не клиенты выбирают себе мастера, а мастера выбирают себе клиента в таком случае. Ну, в моем случае так получается. С чего начать свой путь в красоте? Вот эти какие-то такие бьюти-советы для каждой девушки. Тоня? Я считаю, что нужно в первую очередь полюбить себя. И когда девушка начинает любить себя, она начинает ухаживать за собой. То есть, она начинает делать и косметологические процедуры, и с волосами, с ногтями. То есть, это вот уже начинается как по накатанной идти. Прежде всего, наверное, любовь к себе. Потом она уже начинает ухаживать за собой. Угу. Нерсло. Я бы посоветовала, наверное, своим клиентам, чтобы не боялись, экспериментировали все-таки. Разные делали прически. Поэтому, ну, искали себя. В любом случае, этот человек найдет себя, если будет экспериментировать постоянно. Просто не нужно бояться. Потому что есть люди такие, которые боятся. Хотят. И начинают думать, а вдруг мне это не подойдет, а вдруг мне это не идет. Я всегда своим клиентам говорю, не бойся. Это все можно будет всегда исправить. Поэтому, если ты хочешь попробовать, попробуй. Посмотри себя со стороны, когда... Ну, такой, какой ты хочешь быть. Поэтому совет мой, экспериментируйте, не бойтесь. Ну, в этом случае важно доверять мастеру, да? Если вы долгие годы вместе, если вы его знаете, наверняка он ничего плохого не посоветует. Конечно. Ну, мастера сейчас в основном же приходят, как сарафанное радио, да? То есть по городу. Город у нас маленький, не миллионник. Поэтому и ходят все. Там подруга сказала, тетя сказала. Еще кто-нибудь, коллега на работе сказала. Поэтому инстаграм. Тоже влияет, конечно же. А вот представление о красоте сегодня от чего зависит, на ваш взгляд? География влияет, модные тенденции, интернет. Что во главе? Вот одно время там на подиумах были такие анорексичные модели, да? Сейчас мода меняется. Сейчас, да. Все свободное, более свободное. Пышные, да. Пышные, да. Ну, это, наверное... Позитив, опять же, приветствуется. Ну, в основном, если есть люди, они придерживаются все равно одной какой-то своей модели по жизни. То есть если строгий у вас вид, то есть и в сфере вашей работы. То есть, ну, как бы, вне зависимости от какого там времени, вы все равно будете, если вы депутат или медработник, то есть вы будете все равно приходить на работу в той одежде, которая вам... Комфортно. Нет, ну, нужна. Ну, да. Под Роскод. Под Роскод, да. А по моде, то есть, ну, думаю, временные какие-то год так, да через два года по-другому. Ну, да, сейчас вот здоровье в моде, да, то есть естественность более такая вот. Два фактора таких важных. Да, мне кажется, да. Ага. Ну, я думаю, все-таки, наверное, сейчас интернет очень большую роль играет. Все-таки люди все в интернете, все в инстаграме, да, и наблюдают, и в ютубе. То есть мода, откуда она идет? Она как раз-таки, мне кажется, с интернета и берется все оттуда. И люди вот так... Ну, опять же, сейчас нет такого, чтобы вот прям все одинаковые были. Все равно сейчас вот воля за индивидуальность как-то... Да-да-да, вот я о чем говорю. Вот как-то нулевые с таким единым гламуром на всех прошли, да? Да, сейчас такого нет. Уже девушку в 9 утра вот на таких шпильках с такими ресницами, ну, вряд ли встретишь. Как-то более все естественные к месту одеваются, приходят по случаю. Где нужно нарядное платье, там значит нарядное платье. Где спортивный костюм, туда уже на шпильках не приходят. Как мне кажется. Вы такого же мнения? Да. Вы же видите большой поток людей перед собой. Да. Так, единый все вздохраны. Да. Ну, не знаю. Вы правы. А вот что вы можете посоветовать начинающим мастерам? Может быть, они тоже хотят работать в сфере индустрии красоты, да? Тоже хотят творить, создавать. Но, может быть, боятся, переживают. А вдруг не получится. Такая большая конкуренция. Столько специалистов, профессионалов. Вот с чего начать? Как не боятся. Пройти курсы по обучению. И поработать, соответственно, где-то на кого-то первое время. Посмотреть вообще, ваше, не ваше. То есть, ну, какой-то промежуток времени посмотреть. Могут справляться с своей работой. Ну, а также общаться, находить себе клиентов. Не так, что пришел, все должны к тебе прийти. То есть, это тоже немаловажный труд. Это нарабатывается годами. Тоня, вы обучаете, да, людей? Я обучаю, да. Я всегда говорю, не пойдет сразу, да, там, километр народу к вам, и вы не будете много зарабатывать. Сначала, в первую очередь, я считаю, что должно быть желание. Если есть желание, и человек идет к своей цели, то есть, это не одни курсы надо пройти, не одни. И не 10, не 20. То есть, это постоянно надо учиться. Если вы готовы к тому, что в нашей профессии, в нашей профессии не стоит ничего на месте, ни одного дня не стоит, то есть, это нужно повышаться и повышаться. И главное, иметь желание. Не опускать руки, если первый раз не получится, десятый раз не получится, на сотый раз обязательно получится. Нужно пробовать, нужно идти. Если действительно человек хочет этим заниматься, он продолжит. Сколько раз у меня опускались руки, сколько раз я хотела уйти и закончить. Нет, я хотела. Я люблю свою работу. И очень люблю. Поэтому для меня это даже вот как-то такую часть жизни занимает такую... Даже на первых местах. Поэтому и все получается. И второго, Нарси? Ну, я, наверное, с вами немножко поспорю. Потому что... Давайте. Я ожидала этот момент сначала. Я так думаю, что все-таки у человека должен быть какой-то навык. Навык с рождения, наверное. Какой-то... Не у каждого человека есть фантазия. И если есть желание... Да, у многих девочек есть желание, они учатся, учатся. Но у них все-таки... Вот что-то не получается. Почему? Потому что у них нету навыка. Вот нету. Его можно... И я просто сама сталкивалась с девочками, которые вот... Хоть как им показывай, учи, нет, все равно, но не получается. Поэтому... Ну, есть и такое, да. Ну, возможно, важно... Просто может, это не ее. Может, ее заниматься стилистикой, волосами, а не ногтями. Она может, чтобы терять время этим самым. И все, я так думаю. Поэтому, конечно, самое главное – это желание. Потом должны быть навыки. И уже дальше больше, естественно, обучение. Практика, конечно. Соответственно, с первого раза ничего не получается. Когда девочки у меня... Ну, я тоже обучала одно время. И тогда девочки, когда начинали, они тоже у них руки опадали, да. То есть я не могу, это не мое. Я их всегда держала. Говорю, подождите, это все, оно придет. Если это твое, ты сможешь по-любому. Немножко нужно поучиться. Но если нет у нее вот этого вот... Таланта, скорее всего, к этой профессии. Да, то это уже бесполезно. Конечно, нужно дать возможность, нужно учиться, развиваться. Но я думаю, если это не твое, то это бесполезно. И потом, мне кажется, пока ты учишься, надо об этом клиенту сказать все-таки. Вдруг у него свадьба, да, вы на нем эксперименты ставите, и будет самый важный день испорчен. Нет, в таком случае, конечно, новичкам-то таких уже ответственных людей, клиентов не даем, соответственно. Уже там подстраиваемся где-то как-то. А вот своего первого клиента вы помните? Помню. Так, как-то все задумывается, нет? Нет. Я помню. Какой это был год? Это был 2016 год, начало 2016-го. Я тогда работала... Я сказала, подруга моя. ...населенной красоты. Да, и мне доверили покрыть просто лаком, просто лаком девушке ногти. Да, я тогда помню, первый мой зарпад был 100 тенге, я их хранила, копеечку, это даже помню. Вот это был мой первый день. Руки тряслись, я и так накрасила этим лаком, и на кутикулу, и под кутикулу, и везде, наверное. Вот это я точно помню. Да, я вспомнила, это была моя подруга, я училась в Питере, в МВА России, и получается, мы когда пришли, то есть это уже не инъекционные были методы в лицо, то есть я там на курсе, не смогла, правда, никого уколоть, и мне объяснили, то есть ты приходишь, домой набираешь и колешь там своих домочадцев. Я пришла и просто я объясняю, ты понимаешь, мне кажется, больше не смогу работать, то есть одно дело вена, рука там, а другое дело это лицо, в лицо, говорит, человек иголкой тыкать. Она говорит, все, успокойся, намазали ей анестезию, и говорит, кали. И вот это первый мой пациент был, это моя подруга, все прошло удачно, успешно, и вот, дальше продолжаем. Все живы-здоровы, все красивы, все красивы, да. Марсула, вы вспомнили? Да, я вспомнила, мои первые клиенты, это моя мама и папа. Они очень попадали, и были некрасивые, и с ужасными стрижками, прическами, но я их до сих пор благодарю за то, что они мне все-таки давали дух, они говорили, ты сможешь, учись, учись, они все-таки, даже если у меня не получалось, они давали, доверяли мне свои головы. Прощали ошибки. Да, зато сейчас они самые красивые ходят, и уже с опытной дочей, как говорится, парикмахером. Но вот сначала я, как говорила, сколько стоит быть красивой, да, вот давайте к этой теме медленно подойдем. Вот говорят, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало денег. Насколько вы с этим согласны, и действительно, сегодня за деньги можно сделать все? Ну да, только не купить здоровье, а так... Что тоже важно. Что тоже важно, да. А так, в принципе, да, можно все сделать. Да, соглашусь. Идеальные зубы, скулы мечты, все, что хотите, попы, тонкая талия, кубики, шикарные длинные волосы, все можно сделать. Из чего складывается цена на ту или иную услугу у вас? Из чего? Сейчас можно увидеть комментарий, почему вот у меня соседка, она там за тысячу принимает, а вот к этому мастеру надо мало того, что за месяц. Все зависит от препаратов, то есть препараты должны быть сертифицированы у нас в Казахстане, это обязательно. И, то есть качество препаратов, не налиты там с каких-то непонятных китайских заводов, ну, соответственно, только все с сертификатом соответствия и у приобретенных представителей, то есть официальных, не где-то куплено там на заказ непонятно где. Сколько они там прошли транспортировку, хранение, упаковку, то есть только официально. То есть, во-первых, стоимость качественного продукта, которым вы работаете. Второе, ваш опыт, знания. Вы же тоже вкладывали определенные деньги, чтобы пройти талейные курсы, да? Да, и не одни, и не 10, и не 20, и уже столько лет. Поэтому, да, все складывается от того, что сколько, ну, вкладываю в свою работу и препараты в образование свое. Тоня, у вас как складывается цена? Тоже закуп препаратов, продукции, на которой мы работаем, свои знания, естественно, повышение, опыт. Ну, там еще много факторов. Вам приходится слышать, что почему так дорого? Или объяснять, почему так дорого? Если честно, нет. Нет такие вопросы. У вас адекватные клиенты, которые понимают, что просто так ничего не бывает? Да. К нам в основном ходят состоятельные уже. Руслан? Да, ну, в моем случае клиенты у меня уже ходят ко мне давно, годами, поэтому я тоже иду к ним на встречу. Я сильно не завышаю, сильно не занижаю, да, как говорится. У нас в городе есть средняя какая-то, средний чек, да. У кого-то дорого, у кого-то дешево, у меня средняя цена получается. А там уже, соответственно, как вы сейчас сказали, сарафанное радио. Оно потихоньку-потихоньку, и вот так вот нарабатываются клиенты. Поэтому в моем случае я не вижу смысла завышать цены или еще что-то. Меня все устраивает, все доступно. Да, мы исходим из того, что, ну, то есть рынок, насколько он сейчас, ну, стоимость одного или того, другого препарата, соответственно, плюс, минус время, затраты, и средний чек вот так и выходит. То есть, если сильно будет дорого, соответственно, тоже люди, ну, не будут. Ну, кто-то останется, конечно. Ну, да. Основная масса будет. Мы своих пациентов, клиентов любим, поэтому считаем и свои, и их деньги. Да, да. Поэтому вот. Все эти чувства меняются, вот как вы видите развитие своей сферы через несколько лет? Ну, только вверх, ни в коем случае назад, то есть стремление вперед всегда, то есть развиваться дальше, ну, говорю, сейчас граница еще откроется, то есть много будет ничего интересного. Стажировка, опять же, в Европе, все какие-то ноу-хау, все новшества, то есть у нас сейчас, допустим, клиника стала раньше, то есть были врачи сидели, теперь у нас в клинике третий этаж у нас полностью под косметологией, аппаратная косметология. И мы будем постоянно теперь еще внедрять и внедрять, то есть развиваться, то есть сейчас век такой подвижный, поэтому мы будем шагать вместе с ним, поэтому не останавливаемся на достигнутом, будем развиваться. Таня, как вы думаете, какие ногти через пять лет будут родные, наращивать опять начнем? Они не родные, это будет наращивание, это будет очень такая длинная, экстремальная длина, то есть возвращается мода циклично, но бьюти-бизнес, то есть нейл-индустрия будет всегда. Да, то есть все хотят быть красивыми, и наша работа всегда будет через 10 лет, 20, 100 лет, то есть... Я знаю девушек, которые, знаете, там еще 10 дней до зарплаты, деньги уже на исходе, но ногти я пойду сделаю хоть в долг, хоть как-то, но с красивым маникюром. Нарсула, как вы думаете, какие прически будут в моде в ближайшее время? Ну, какие прически будут в моде, я не могу сказать, потому что я больше акцент делаю на стрижках, поэтому моя работа, она будет востребована всегда, так как люди постоянно и вовремя стригутся, ухаживают за собой, да, поэтому себя я вижу, соответственно, там же, где и сейчас, то есть буду работать также парикмахером в дальнейшем. Ну, и мы будем всегда встречаться таким составом. Никто не против? Никто не против. Тогда прямо сейчас ваше пожелание, у нас 2 минуты до конца эфира, что-то теплое, доброе, хорошее вашему зрителю и вашему клиенту. Я всегда желаю вам быть здоровыми, красивыми, добрыми, отзывчивыми, вашим клиентам, чтобы они всегда тоже ценили ваше время, ваше проведенное с ними. Вам спасибо, что всегда приглашаете нас на такие мероприятия, таким теплым составом, дружным, мы подружились, да, теперь будем общаться, поэтому спасибо вам огромное тоже. Это самое главное, спасибо. Тони? Дорогие девушки, женщины, мужчины, вы так всегда красивы, приходите к нам, а мы вам всегда в этом поможем. Здорово, Марсулу? Желаю самое главное – здоровья и желания быть красивой. Спасибо. Вам большое спасибо, что сегодня были вместе с нами, удачи в работе, до новых встреч в нашей студии. Спасибо. На сегодня это всё, это была передача Life Moments на телеканале Кустаная. До встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова